Не говори зла, только что вышел в кино, и некоторые из вас могут знать или не знать релиз 2024 года, на самом деле ремейк датского психологического хоррора, вышедшего два года назад. Интересно, что его считают фильмом на иностранном языке, хотя я бы сказал, что около 70% фильма на английском, но, видимо, даже 30% неанглийского языка может отпугнуть некоторых зрителей, если они не привыкли к этому. Тем не менее, Голливуд взялся за эту историю и снял ремейк с Джеймсом МакЭвэем в роли одного из убийц. Учитывая, что прошло всего два года с выхода оригинала, а этот шире распространен, мне было интересно сравнить их, и меня не удивило, что в ремейке многое изменили. Поэтому я решил сравнить оба фильма, их сходства, различия и сделать вывод, какой из них, по-моему, лучше. Итак, давайте начнем. Вот сравнение фильмов «Не говори зла». Предупреждаю, видео содержит спойлеры обоих фильмов. Концовка – вот где эти фильмы сильно различаются. Главный посыл фильмов абсолютно одинаков. Тема – чрезмерная вежливость, неумение высказаться и выйти из неприятной ситуации. Все из-за страха обидеть малознакомого человека. В оригинале концовка подчеркивает – игнорировать интуицию опасно. Бьорны и Луиза не уехали от Патрика и Карен из вежливости и стали их жертвами. Оказалось, что Патрик и Карен были парой серийных убийц, которые дружили с семьями на отдыхе, приглашали их домой, убивали и забирали ребенка. В итоге они отрезали детям языки, чтобы те не могли рассказать, что они не родные. Сильным моментом в концовке было то, что у Бьорна было много возможностей на протяжении всего фильма и даже в конце либо увести свою семью из опасной ситуации, либо даже убить Патрика, когда тот оставил ключи в машине. Но он не смог себя заставить, что в итоге привело к тому, что его дочь забрали, а его и жену убили. Убили самым жестоким способом – забили камнями до смерти. Кроме того, в фильме мы узнали, что Авель, мальчик, которого похитили Патрик и Карен, тоже был убит. Концовка была мрачной и показала, что излишняя доброта может иметь серьезные последствия. Это очень тревожный финал, особенно когда видишь, как камни бьют папайи. К тому же Патрик, Карен и Агнес едут в отпуск в конце, показывая, что цикл продолжится и еще одна семья будет разрушена. А вот в фильме 2024 года концовка оказалась совершенно иной. Мы узнали, что Патрик и Кира – пара серийных убийц, убивающих другие пары ради их детей. Но вместо гибели добрых людей из-за неспособности уйти, когда им было некомфортно, они смогли одолеть убийц и спаслись, в то время как Патрик и Кира погибли. Хоть финал и отличался, он все равно был увлекательным и напряженным, но, кажется, посыл фильма потерял часть своей силы из-за того, что главные герои не погибли. Бен и Луиза были парой, не способной отказаться от мяса, хотя Луиза была вегетарианкой. Поэтому их сопротивление казалось неправдоподобным, учитывая их постоянную уступчивость. Это противоречило характерам персонажей, и я думаю, что серьезных последствий не было. И в этом, на мой взгляд, заключается главный смысл фильма. Если не слушать интуицию и молчать, вами обязательно воспользуются. Этой парой воспользовались, но они ушли невредимыми, разве что со сломанной лодыжкой. Шока не было, кроме поступка Анта с Патриком в конце. Отсылка к оригиналу, где его забили камнем. Мне понравилась эта отсылка. Сходство в кадрах. То, что показалось наиболее похожим в обоих фильмах, было типы кадров в фильмах, и их визуальный стиль были особенными. Например, в начале обоих фильмов, где герой искал плюшевого кролика, были кадры, словно кто-то выглядывает из-за угла, охотясь и готовясь напасть. Что и происходит, когда Патрик представляется. Визуальное представление охоты в обоих фильмах мне понравилось. Также было много кадров пейзажа. Ландшафт и среда почти как оружие в обоих фильмах. Действие происходит в отдаленных местах, что показывает уязвимость пар. Отсутствие людей вокруг подчеркивает их изолированность. Визуально это демонстрирует, в какой опасной ситуации они оказались. Были и другие схожие кадры. Например, сближение мужчин в тесном пространстве, сцена танца, отлично показывающая их уязвимость. Они были в настоящий поворотный момент и сцена, где оба кричали. Хотя в оригинале это было сделано лучше. Одна сцена была вырезана, а другая изменена в ремейке, что, по-моему, уменьшило жуткость Патрика. Это сцена в душе, где он вошел в ванную, когда Луиза мылась и просто показал свое господство в доме, демонстрируя, что может делать, что хочет без возражений. А также сцена, где Патрик наблюдает за интимным моментом Бьерна и Луизы. Этот момент был ключевым для того, чтобы Агнес легла в постель с Патриком и Карен, что заставило Луизу впервые захотеть уйти. В ремейке же Патрик просто подсматривал через дверь, как Бен и Луиза ссорились между собой. Когда Луиза нашла Агнес в постели с Кирой и Патриком, не было логичного объяснения, так как они не были заняты, и мы не слышали, как Агнес звала ее. Итак, хотя было много похожих сцен, некоторые важные моменты были упущены, что, на мой взгляд, немного повлияло на сюжет. Предзнаменование. Одно большое отличие, которое я заметил в двух фильмах, это то, что в датском оригинале было много тонких намеков на будущее и судьбу двух главных героев, чего практически не было в ремейке. Например, зная концовку, при повторном просмотре оригинала можно заметить реплики, предвещающие мрачный финал для доброй пары. К примеру, в первой трети фильма есть такие фразы, как «Что самое худшее может случиться?», сказанные, когда Бьерн и Луиза решали, ехать ли им. Бьерн сказал Луизе в другой раз, «Осталось всего полтора дня, ты точно выживешь». А Луиза сказала Агнес, «Ты сейчас с мамой и папой, с тобой ничего не случится». При повторном просмотре, зная концовку, это становится драматической иронией. Обычные реплики приобретают больший вес, ведь знаешь, им не пережить выходные. Зная, что в оригинале было много разных диалогов в первой трети, я внимательно вслушивался, надеясь уловить намеки на концовку, но, увы, их не было. Это не критично, но часто показывает умный сценарий и почти дурачит нас, зрителей, заставляя удивляться, как мы не догадались сразу. В оригинале есть культовые сцены, танцы, которые были и в ремейке, побивание камнями, которого в ремейке не было. Но одна сцена перешла в ремейк, где оба мужчины стоят на открытом пространстве и кричат во всю мощь. В оригинале эта сцена очень жуткая, ведь это место, где Патрик и Карен убивают Берна и Луизу. Она подчеркивает, что никто не услышит крик там, что мы ощутили, когда камера отдалилась и мы едва различили звук вдалеке. В ремейке эту сцену включили, но кажется лишь потому, что она культовая. Она не связана со смертью и скорее показывает, как Бен выплескивает энергию и ненависть к своей жизни. Не зная оригинал, я бы, наверное, счел это нормальным. Но зная важность этой сцены в оригинале, я ждал, что Патрик и Бен вернутся туда в конце и был разочарован. Персонажи. В обоих фильмах они абсолютно идентичны. У нас Берн и Бен, муж, слабак, не способны принимать свои решения, противостоять тому, кто заставляет его семью чувствовать дискомфорт и просто чрезмерно покорный ради покорности. В ремейке это усилили. Он молчит, когда Патрик неприлично ведет себя с Луизой, просто безмолвно наблюдая. Еще есть Луиза, жена, чье имя одинаково в обоих фильмах. Она, как и муж, излишне покорна, но иногда все же отстаивает свои убеждения, особенно к концу фильма, когда понимает, что что-то не так, но уже слишком поздно. Есть Карен и Кира, жена Патрика и половина пары серийных убийц. Оба персонажа показаны очень похоже и имеют зловещую сторону. И, наконец, есть Патрик. Патрик – тот, кем хотят быть Бьерн и Бен. Типичный мужественный парень, особенно на фоне других. Оба образа хороши по-своему и очень схожи. Персонажи актеров в начале и конце фильма сильно отличаются, и нужно мастерство, чтобы сделать это убедительно. Плюс есть Адель, Ант и Агнес. Так какой же лучше? Я люблю, чтобы фильмы ужасов были максимально мрачными, жуткими и заставляли задуматься. Когда я впервые увидел концовку оригинала, я был шокирован увиденным. Я не ожидал такого финала, и он не отпускал меня полтора года, пока не вышел этот фильм. Первый фильм отлично показывает последствия излишней вежливости, когда не уходишь из опасной ситуации, боясь обидеть кого-то. Лично я не увидел этого в ремейке.